Мир вам, дорогая Церковь! Однажды в воскресной школе задали вопрос и попросили, принесите, пожалуйста, предметы, которые ассоциируются с воскресением Христа, с распятием воскресением. Кто принес, принесли гвоздь, кто-то принес кусочек дерева. И вот так было много, один мальчик принес коробочку. Когда открыли коробочку, она была пуста. И говорит, ну что же ты ничего не принес? Он говорит, коробочка пуста, потому что Христос нас жив. Он воскрес! Я вас сердечно поздравляю! Христос воскрес! Присаживайтесь. В продолжение нашего служения мы не договаривались с братом, хотя приехали с одной церкви. Церкви, но продолжение служения я продолжу тему, которую он говорил. И сегодня мир диктует свои правила. Он пытается внести правила в Церковь Божию. И сегодня враг душ человеческих, он пытается посеять сомнение, страх в сердца людей. Но Библия, Господь Иисус Христос, он дает нам выход из вот этих положений. И место Священного Писания, которое я прочитаю, записано от Иоанна, 14 глава, 1 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Приближалась Пасха, и Христос, находясь с учениками, Он им говорил. Он им говорил, что будет в будущем, что ожидает их. Он оставлял их, и как можно больше Он давал им советов для их повседневной жизни. И мы видим о том, то, что это оставлено на страницах Священного Писания. Вы помните, когда Христос въезжал в Иерусалим, и Его встречали радостно. Пройдет несколько дней, и они говорили, кричали, распни Его. Вы помните, когда пришли елены, и один из апостолов пришел к Христу и говорит, елены пришли. И Христос, говорит, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Он дает им новую заповедь долюбить друг друга. И там же, вы помните, когда Он говорит Петру, что ты отречешься от Меня. Он говорит, нет, Господи, я свою душу положу за Тебя. А Христос говорит, нет, прежде, нежели пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня. Что же случилось? Что же произошло? Волнение, страх, сомнение постигло учеников. И если мы вглянем в словарь, то сомнение – это замешательство, смятение, волнение, связанное с утратой самообладания. За смущением следует страх. Страх. И страх сегодня, вы знаете, охватил миллиарды людей. И он охватил не только тех, которые не верят Бога, те, которые не доверяют Богу, но и страх пытается прорваться в Церковь Божию. Когда люди под страхом даже приходить на служение, они говорят, нет, пока я себе не сделаю вакцину, я на собрание в Церковь не пойду, а по магазинам и где-то ходить можно. Там можно, там нету, наверное, ковида. В Церкви боятся больше почему-то. Враг душ человеческих сеет сомнения в души людей. И страх овладевает. Вы знаете, однажды одному пастору прислали поздравительную такую открытку. Это было на Рождество перед Новым годом. И в ней было такое поздравление. Оно мне очень понравилось. Если будешь смотреть на других, соблазнишься. Если будешь смотреть на себя, усомнишься. Если будешь смотреть на Христа, ободришься. Страх настолько сковывает сегодня людей. И, знаете, есть страх, который физическое такое, знаете, фобия бывает. Но есть и страх, когда враг душ человеческих пытается воздействовать на душу человека. И один из таких, ну, может быть, житейских физических страхов, я хотел бы спросить, вы когда-нибудь были на высоких мостах? Переезжали мост, когда смотришь туда, там 300 фитов или, может быть, 500 фитов. Страх сердца схватывает. Вот это бывает страх у людей, когда они едут по высоким мостам, проезжая. И вдруг им приходит такой момент, когда они вдруг останавливаются на середине моста, и они не могут дальше ехать. Их овладевает тревога, смутение, смущение. Они не знают, что делать. Прямо в середине, на середине линии они останавливаются, и не знают, что дальше делать. Здесь в Америке предусмотрели это. И они делают на каждом высоком или большом или протяженном мосту есть служба, которая помогает этим людям проехать этот мост. Подъезжает машина сзади, садится человек, тот человек выходит, садится рядом, садится за руль, и он провозит вот этот через длинный или высокий мост. В Мичигане есть такой бридж, называется Маккенок бридж, и тысячам людей, тысячам людей уже помогли проехать через 5-километровый отрезок моста в 200 фитов высотой. Я думаю, многие из вас ездили, и в Мэриленд есть такой Чесапик бридж, и каждый год около сотни людей просят о помощи проехать этот мост. Страх, сомнения. И не только мосты сегодня охватывают и оказывают смущение, страх, волнение, озабоченность и рассеянность, тревогу, сомнений, замешательства на людей. Не только мосты, но и жизнь меняет, пытается внести свои коррективы в жизнь и даже, как я сказал уже, в Церкви народа Божия. Человек не знает, что делать, принимая порою нелепые решения, и после уже за которые он очень горько сожалеет, и бывает, что сожалеет всю оставшуюся жизнь. И бывает, что в жизни, попадая в тяжелую ситуацию, когда давление этого мира и ситуации настолько тяжело, что человек отдает, доверяет руль своей жизни или жизнь свою в руки кому-то, надеясь на человеков, на медицину, или, может быть, даже на социальных работников, забывая о том, что есть тот, есть тот, который поможет, есть тот, который ободрит, есть тот, который утешит, есть тот, который протянет тебе руку помощи в самую, может быть, критическую, тяжелую минуту твоей жизни, есть тот, кто умер на Голгофском кресте, и он воскрес, чтобы мы жили. Он сказал, я жив, и вы будете жить. Он, который может исцелить не только тело, но и дух, и душу излечит, у которого есть невеста. Невеста – это церковь, это мы все вместе, братья и сестры, церковь души спасенных, которые помогают, которые поддерживают руки друг другу, которые в молитве порою стоят день и ночь друг за друга, которые могут стоять за тебя, дорогой друг, в проломе, которые, может, ты проходишь испытания жизни и в твоей, может быть, сомнения настолько постигли тебя, и ты не знаешь, что дальше делать, знай, что есть церковь, что есть те, которые рядом стоят, которые могут вместе с тобою вознести молитвы к Богу. И я испытал это в своей жизни. И я благодарен вам. Я благодарен вам за ваши молитвы, когда вы молились за моего сына, когда вы молились за меня, когда вы молились за нашу семью. Я благодарен, искренне благодарен вам за ваши молитвы, которые вы возносили Господу. Знаете, когда пришел момент в эпогее испытаний, когда уже было настолько тяжело, я не хотел Богу задавать вопросы, Господи, почему? Но я скажу, в самый критический момент, когда враг душ человеческих пытался посеять сомнения, пытался посеять страх, когда Он пытался сломить нас, вдруг приходит сообщение, я Бог твой, держу тебя за правую руку, я помогаю тебе. Христос сказал, веруйте в Меня, веруйте в Бога, веруйте, да не смущается сердце ваше, в какой бы жизненной ситуации вы не были, что бы ни одолевало вас, страх или что-то, знайте, Господь с вами, и Он помогает вам. Он говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Меня, веруйте в Бога. В Слове Божьем мы находим многих, много примеров, когда мужи Божьи, они попадали в ситуации, когда страх, сомнение, тревога, они одолевали их настолько, что они не знали, что делать. И один из таких примеров я хотел бы прочитать, который записан в Бытие, 32 глава, она описывает нам историю патриарха, который, когда он испугался, когда он смутился, и, казалось бы, он не знал, что делать, когда страх одолевал его, и как он вышел из этой ситуации. Иаков, имя этому патриарху, когда он ушел в далекую страну, и пришел день, когда он уже возвращался в свои родные края. Его брат, сокращая историю, вы помните, когда Иаков ушел, он сначала забрал первородство, потом забрал он благословение у своего брата, и, боясь, и страха смерти, он уходит, мама помогла ему, и он уходит в далекую страну. Потом он возвращается, и когда он возвращается, он не знает сердце своего брата, и мы находим то, что он сильно боялся, страх, сомнения, тревога, настолько одолевали его, но доверие вот Богу, Бог вышел, прежде чем он встретился с Богом, Бог уже позаботился о нем. Брат его и 400 человек с ним вышли навстречу Иакову. Он узнал об этом. И что он делает? Иаков посылает навстречу ему людей, он посылает ему овец, он посылает ему скот, подарки посылает ему, и он хотел задобрить сердце своего брата. И мы знаем с тех пор, когда Иаков вышел из родного дома, прошло много лет, но причина, которая послужила его уходой из родного дома, она всю жизнь преследовала его. Он жил с этой проблемой каждый день, и направляясь в родные края, он не знал. Что сделает его брат? Как поступит он с ним, который когда-то искал его души? Иаков берет жену свою и детей и переходит вброд через реку. Мы читаем. Но самое главное, сокращая, может быть, эту историю, я хотел бы прочитать Писание. Самое главное, я думаю, кульминация, может быть, или апогей вот этой истории, мы находим 32 глава в 9 стихе. Давайте мы прочитаем. И сказал Иаков «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись с землю Твою, на родину Твою я буду благотворить Тебе. Не достоин я всех Твоих милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему. Ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исаава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал «Я буду благотворить Тебе и сделаю потомство Твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Я думаю, эта молитва была, это молитва Исаака, Иакова, когда он оказался в такой ситуации, когда не знал, что уже делать дальше. И что мы находим? Я хотел бы коротко шесть моментов обратить внимание на молитву и на обращение, или на отрывок этот, который мы сейчас прочитали. Первый Иаков обращается к Богу, которого он знал. Дорогая молодежь, детки, взрослые, бабушки и дедушки, Иаков обращается к Богу, которого он твердо знал. Как важно знать Бога Господа нашего, чтобы я твердо знал. Он мой Бог, Он мой Спаситель. Как важно, друзья, чтобы тот, кто сегодня слышит Слово Божие, тот, кто сегодня однажды услышал о Боге и о Слове Его, о том, что Христос наш воскрес, чтобы однажды мог сказать, Господь мой и Бог мой. Второе, мы видим то, что Бог, который слышал Иакова. Я хотел бы задать вопрос, слышит ли сегодня вас Бог? Иаков не только знал Господа, но и слышал Его, когда Бог говорил с ним. И сегодня нам очень необходимо услышать и слышать голос Божий, когда Он говорит нам через Своё Слово, через проповеди, через пение. Мы слышали, брат говорил о мире, и чтобы иметь мир с Богом, нужно слышать Его. Третье, полное смирение пред Богом в словах и поступке Иакова. Полное смирение пред Богом. Смиренным Он даёт, что, братья и сёстры? Благодать. Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Третье, мы видим, что полное смирение пред Богом в словах и поступке Иакова мы находим отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой воле и в данном случае воле Бога. Четвёртое, полное упование на Бога. Иаков с уверенностью полагается, Он твёрдо надеется на Бога, ничем не смущаясь. Он надеется на Вседержителя, которого Он знал, которого Он слышал, и перед которым Он смиряется. И Он, ничем не смущаясь, Он надеется на Своего Вседержителя. И пятое, полное доверие Богу. Он не поставил под сомнение слова Бога, а наоборот, утвердился в них. Он утвердился в Боге. И мы видим, насколько его была уже эта твёрда вера. Он настолько уверен в слове Господа, что вспоминая обетование, которое Бог дал ему, Он уже говорит о будущем потомстве. Друзья, для нас это очень большой пример. Шестой Иаков обращается к тому, кто знает выход из любой ситуации и, доверяя ему свою жизнь, знает, Господь поможет. Господь поможет и тебе, дорогой друг, тебе, дорогая сестра. Я знаю, что Он выйдет навстречу, и Он поможет. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Отца, веруйте. И мы знаем, что Господь помог Иакову. У Иакова была встреча. Пройдёт немного времени, и у него была встреча с Богом. Эта встреча была непростой. Библия говорит и описывает нам то, что он боролся всю ночь. И встреча с Богом удалила. И он боролся всю ночь, когда, наконец, Бог благословил Иакова. Встреча с Богом, она удалила смущение, она удалила страх, с которым он жил всю жизнь. И встретившись, и обнявшись уже потом с родным братом, они плакали у друг друга на груди, Библия говорит, на шее. Я думаю, это была очень замечательная встреча. И эта встреча были слёзы. Они плакали, но это слёзы были радости. Мир пришёл в сердце Иакова. Доверие Богу, оно приносит мир в наши сердца, приносит мир и благословение в наши семьи. Иисус Христос, призываясь не смущаться, не устрашаться, Он указывает на Бога Отца. Веруйте в Него, Которому и слава, и честь, и поклонение. Веруйте в Бога и в Меня. Веруйте. Он сказал, Я есть им путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Идя по дороге житейской, идя по дороге в небо, друзья, братья и сёстры, докажите, давайте докажем нашу любовь к Отцу, к Иисусу Христу на деле. И Он говорит, если вы соблюдаете слова Мои, да, что? Соблюдите. Если вы любите Меня, соблюдите слова Мои, Мои заповеди. Их немного, но соблюдите их, и будете иметь благословение в вашей жизни. Он говорит, Я умолю Отца и даст вам утешителя, и Он прибудет с вами вовек. Этими словами Христос говорит, что веруя в Меня, веруя в Мое Слово, Дух Святой, Он наставит вас, Он научит вас, и Он доведет вас до небесной отчизны. Братья и сестры, наша любовь к Богу, она будет испытана в этой жизни. Как будет Бог испытывать нашу любовь к Нему, я не знаю, друзья. Он будет испытывать ее через ближнему, Он будет испытывать, может быть, через какие-то испытания, Он, может быть, будет испытывать через соблюдение заповедей Его. Если любите Меня, соблюдите заповеди Мои. Не преклоняйтесь под чужое ермо, не пытайтесь заигрывать с миром, не пытайтесь угождать этому миру. Дружба с миром есть что? Вражда против Бога. Мы поем гимн. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. И там дальше такие идут слова. Сомнения постигают нас порою, но мы пришли сюда не пировать. Я хотел бы сегодня задать вопрос каждому из нас и оставить его открытым на размышления, чтобы мы поразмышляли в семьях наших, дома, молодежь. Поразмышляйте на ваших общениях об этом вопросе. Почему мир сегодня диктует свои правила, и эти правила проникают в церковь? И мы, может быть, по велению времени идти со временем в ногу необходимо. Нам так надо сегодня. Мы живем в другое время, чем жили наши отцы. Мы пытаемся оправдать себя и, может быть, даже где-то подделать Библию, подстроить или поставить ее под себя, подстроить эти духовные ценности под себя, под свою жизнь, чтобы нам было хорошо, удобно. И эта тенденция, она набирает обороты. Я хочу сказать, друзья, что это болезнь последнего времени и будет еще хуже. И это не устрашение. Я хочу сказать вам, это ободрение. Это не новость новая какая-нибудь. Господь наш жив. Он воскрес, и Он говорит, мир мой, даю вам. как важно сохранить мир в сердце нашем. Дорогие друзья, Церковь Божья, как сегодня нам необходимо, чтобы в нашей жизни присутствовала молитва. Когда-то я думал, что я много молился, но пришел момент, что я понял, мало молился я. Друзья, как необходимо нам сегодня много молиться, чтобы устоять, не пойти на поводу у мира и либерализма, который подстраивается под эпоху времени модернинизма, модернизма, который приведет только к нашему духовному ослаблению, и тогда мы можем превратиться просто в религиозное общество, которое не выдержит никаких испытаний. Как хотелось бы, чтобы сегодня мы сердцем услышали то, что сегодня, чтобы не смущаться, чтобы веровать в Бога, нам нужна молитва, и давайте усилим эту молитву, давайте усилим то, чтобы мы вникали в Слово Божьего, и тогда Бог будет вести нас по этому жизненному пути. Нам не просто необходимо, нам нужно иметь много молитвы, и мы тогда будем иметь милы. Иаков доверил свою жизнь Богу, он верил Ему, и он уповал на Него, и Христос призывает, «Будьте твердые, будьте непоколебимы, уповайте на Меня, веруйте в Меня и в Отца, только с Богом мы можем пройти этот жизненный путь и дойти до небесной Отчизны». Это было в XVIII веке, когда один хирург, он делал операцию, и он рассказывает такую историю, когда он делал операцию, перед операцией он говорил людям, «Смотри на раны свои», и когда не смотри, он говорит, «Смотри на раны свои», и когда он начинал делать операцию, то уже началась операция, и тогда он говорил, «Смотри всю операцию на меня. И проходили операции успешно. Может, сегодня в нашем собрании есть те, которые, может, находятся в такой жизненной ситуации, когда вам тяжело, когда, может, вам трудно идти по этому жизненному пути. Знайте, Господь любит вас. Он помогает вас, вам. Он ведет вас по этому жизненному пути. Но самое главное, будьте послушны Слову Ему. Обращайтесь, молитесь к Нему. И Господь благословит вас. Если будешь смотреть на других, соблазнишься. На себя усомнишься. На Христа, если будешь смотреть, то ты ободришься. Да благословит нас Господь, чтобы мы смотрели на Него, смотрели на распятого и воскресшего и вновь грядущего. И, может быть, если кому-то нужна помощь, как на тех высоких мостах, нужна людям помощь, знайте, Господь, Он готов протянуть вам руку помощи. Он готов вас благословить. Он готов вам дать мир, который превыше всякого ума, который соблюдает сердца наши и помышления в Нем. Господи нашим Спасителем Иисусе Христе. Аминь. Мы помолимся. Аминь. Аминь. Аминь.